Так, друзьячки, всем привет! Давненько с вами не виделись, поэтому всем здрасьте. Дивите, ну убираем тюленев, пошлите я покажу сначала, сколько тюленев осталось, бо спитаю, сколько осталось. Осталось еще меньше, чем я показывал в предыдущем видео. Шесть штук, три, а, две свинки, четыре кабанчика, шесть штук. Вес мы вважали, последних, короче, сто семьдесят, сто семьдесят три, сто семьдесят пять, вот так, вес такой. Дивиться, из всего тюленя мы себе оставили на шашлык, и на шашлык оставили, Ася, текай, и на шашлык оставили не с ошейки, как вот все ошейки именно на шашлык, а мы с задка любим. Вот именно задню часть, с окоста. А, то я помирюю, чи подойде шампур мій, коротенький, на такой здоровый мангал. И вот оставили, говорю, Вики, давай оставим, пожарим собі хоть шашлыка, сколько режем, то все, а собі ни разу не оставляли, и решили оставить, короче, из задка пожарить, ну, мы уже жарили из задка, и раньше, очень вкусный, а это хотим еще раз попробовать. И также, из чего мы, дядя Саня мне сделал мангал, смотрите, какой, и вот это мы его первый раз затопили, ну, после того, как дядя Саня сделал, мы тут сделали, вот это получается, в этом месте поддувало, вот это вот. Потом идет вот это дно, тут двойное дно, а дно посверлено все в дырочках, дно поднимается, дно тоже металл там тройка. Ну, и вот такие, я говорю, сделай что-то серьезнее. Он мне покрутил, а так, ножки, говорю, сделай ножки, чтобы крючеником были. Короче, что у него было, ну, куски разные, и он так меня пособирал и сделает. И вот это сейчас будем жарить из своих тюленей, из задка, мясо. Замачиваю я мясо просто, без всяких там фанатизмів, без всяких супер-пупер рецептів. Обычно мякоть порезал, перец черный, цибуля и сель. Все. Делаю такие вот шминделя, крупненькие. Раз. Мочилось почти два дня. Чего почти два дня? Ну, мы подгадывали день, что сегодня будем поля свободнейшими. Не будем ничего резать, не будем ничего этого. И вот это же подгадало, что сегодня. Так же, ну, и сейчас и дядя Саня. Дядя Саня просто в мастерской, мы там робим. Короче, потом покажу в следующем видео. Ну, и проверяю, че така. Ого, важкий так и будет шашлык. Ну, а так, все. Це я собі меточку зробив, поставив, чтобы знать примерно, скільки вдевать. И так же хочу вам показать у нас маленький праздник с Викой. Вика каже, давай, типа, ну, будет маленький праздник, буде годовщина, скільки год мы в місті живем. И Вика каже, давай сделаем, ну, типа, как на канале, розыгрыш, кто угадает, скільки год мы с тобой живем, тому подарим. Что Вик подарил? Ну, что мы, чем мы торгуем? Роздевичными ножами и сокирами. Ну, она каже, давай ножи подарим. А сколько будет победителей? Три победителя, Вика показывает, будет. Кто угадает, сколько мы год живем. Три победителя. Он тогда же надо, ну, давай на три места одинаковые, три ножа, да? И три мусата. Нет, три ножа профессиональных и три для кухни, маленьких. Да, а так будет нормально. Короче, кто угадает из вас, сколько год мы с Викой, сколько я ее, хотів сказать, терплю, сколько я ее знаю, ну, сколько мы живем. Не именно сколько я знаю, знаю я ее и больше, а сколько мы живем. Вот, а ну, кто угадает. Я не буду сказать, сколько мне год, сколько вики год. А когда вы зашли, это я не буду сказать, потому что вы сразу поймете. Так что три конкурса. Три, вернее, победителя на такой конкурс. Ну, а вы уже там думайте, сколько год мы живем. На следующий раз, в видео будет, допустим, в понедельник, мы уже объявим победителя, да? И потом связываемся с этим победителем, и он даст адрес. И мы ему по новой почетке отправим подарок его, который он выиграл. Ножи, вы наши знаете. Сокиры, то понятно, не всем надо. А ножи всем надо. И для кухни, и для дома. Не именно профессиональный, только для тех, кто занимается свиньми. И для дома он тоже хороший. Его для дома очень хорошо берут. Так что угадайте, сколько год. Воно у нас будет готовщина 20 числа перед Новым годом. Ну, а вообще, какая разница, когда готовщина, сколько год? Да, я тебе живу. Как мой век, такие вопросы, да, как ты живешь? Живу я, так, более-менее, нормально. Ну, как, взаимопонимаем друг друга. Ну, практически не ссоримся, не гряземся. Ну, я ж таки не, как бы, не грязливый. Вона тут такая грязливенькая, а я спокойный, как ворошил. Ну, что? Как-то Бог подгадал, что так друг до дружки. И, ну, подобрал меня до нея, и до меня. И что мы подошли друг к другу. И вот, вы же угадайте, сколько год мы уже живем. Кто там напишет 2 года, кто 3, кто 5, кто 10, кто 15, кто больше, кто меньше. Все и где. А Вика выберет, кто выиграет. И скажет, вот этот, вот этот выиграл, этот и вот этот. Мне же там оно показывает, по-моему, название канала. Тут там, под комментариями, оно все, юсер, мусер вот. А так мне же показывает фамилия, имя, отчество, или название там. Короче, вот так. И так же хочу тоже еще показать одну темку хорошую. Что мы заказали у Катя. Кто повна Катю? Катя, ну, мы в ней кофе заказываем, берем. Вона в Харькове открыла кафе. Ну, вона только запустилась. И вот это же ей надо и клиентов, надо и налоги платить, и пенсиону, и все короче надо. И вот это же я ей по-трошку, как рекомендую своим, ну, кто дивится мой канал, чтобы у нее заказывал тоже кофе. Дивите, какие в ней наборы идуть. Ну, сейчас давайте я мясо поставлю. Так, а как мясо, может, его чуть-чуть надо дядя Санне сказать, чтобы кочергу мне сделал хорошую, такую длинную. Вот это перевернуть. Ух ты, аж красная эта. О, вот так. Все. Ну, мангал такой. То у меня же он делал корабль, но он низкий и маленький. А это уже, говорю, ну, такое что-то нормальное. И вот, грубо говоря, как он красиво все поднял. Ну, да, он говорит, покрасить еще ножки, это все, до ума довести. Ну, доведем. Просто, что не спеша. А так, я думаю, что я вам все время показываю свиньи и свиньи. А так покажу, как шашлик жарим. Это мы без всяких там супер-пупер праздников просто жарим шашлики все. Бывает. У нас не часто. Ну, последний раз мы, наверное, жарили, я не знаю, месяца сколько лет назад. Месяца два-три. Ну, то есть, ридко у нас, чтобы шашлик так. Месяца два-три, да, не так часто. Там кто-то подумает, да, у вас свиньи свои, это вы жарите? Нет. В основном, мы все продаем, а сами, сами соби, что такие, обрезки, вот из обрезок, века котлеты дома жарят. И вы жарите, вы жарите, вы жарите, я вы жарите не очень. Я сало сейчас никому. Можу даже смальцем намазать хлеб. А это же решили, говорю, давай уже что-то так захотелось шашлика поезти. И вот этот шпиг. Я же, я не знаю, как он все вестимет, цей мангал. Ну, я имею в виду, пиздний він чи ранний. Есть такие, что стоит, стоит, потом начинает нагонять. А есть, наоборот, сразу нагоня, а потом восстанавливается. Не горит лишек. Ну, мясо богатенько, просто что длиннее эти шагово уже пошел процесс. Пожалуйста, дивиться, как вам такое изобретение искусств. Ой, тут уже койде и начало подгорать. А вот это же не зенький, а жар рядом. Как один мне сказал, жар должен быть почти біля мяса. Ну, он сейчас этот один смотрится и знает, кто это. Я же так, чтобы жар был біля... А у меня раньше был мангал высокий, что мясо вверху, а жар внизу и долго. А сейчас это все же, как бы, оно же со временем учимся, учимся. Все, что? А, что? А, сейчас дать. Не, в рукавицах тепло, теплее, чем так, да. И дивиться, какой набор мы заказали у Кати. И тоже вам рекомендую. Ось вона присылаю, вот такой набор. Она тоже разнообразные всякие там эти придумывает. Ну, чтобы людям было интересно брать. Чтобы людям хотелось брать. И вчера, вот это ж позвонила, попросила, скажите, покажите тоже за меня. Развязываем бантик. Оце мы заказали, к примеру, набор. Что сюда входы? Дивиться. Оце в бутылочке, це ликер, добавка в кофе. Сироп. Сикер, да? Ой, кажу. Это сироп. Напомню, ось, смаку ароматичный сироп. Солона карамель. Дуже вкусно. Карамелька, мы по чуть-чуть добавляем. Ну, ага, так, знаешь, настоящая карамель, да, такая? Вот именно чуть-чуть добавляешь кофе, и получается кофе с карамелькой. Так же и где? Сейчас я тут притушу. Чтоб не сгорело, так же и где? Туда. Вот такие вот две шоколадки маленьких, и где кофе. Нам меленький, а кому надо в зернах, без разницы. Хоть уже вона перемеле, хоть в зернах, без разницы. Новогодние подарки? Ну да, типа, как новогодние подарки, ну, додому для семьи. Взяли, пьете кофе, добавляете сироп в этот. Цена цього набора 360 гривень. Сколько тут кофевик грамм? 200. 200 грамм кофе. Хоть, да, хоть в мелене, хоть в зернах. Хоть, пожалуйста, вот таке мелене. Ага, и еще с карамелькой вообще просто. И все. И вот так у вас в коробочке будет лежать вот такая вот, вот такие опилки. Опилки не выкидывайте, порося там будет на подстилку. Ну, кто порося держит. Кто не держит, все равно не выкидывайте. И так, шоколадка, кофе и сироп. А я ликер. Рекомендую. Мы уже пробовали. Ну, а там же, я не знаю, сироп разный вкус. Нам воно карамель дала. Ну, карамель. О, давай, тут уже. А еще надо попробовать. Есть же, наверное, с этим. Гущёнка, допустим. Вкус гущёнка. А чё? Типа, как мак кофе пьешь. Или там другие какие-то. Ну, воно ж. Ой, тут уже угольки. А, быстро, ты бачишь. Это начнут рассказывать Стас. Учись жарить шашлык. Ты неправильно жаришь. И скоро уже будет тоже праздник каналу 5 год. Ну, это после Нового года. 5 год канала будет. Ого, а вроде бы так недавно ось показывал повный тету. Как же ей было. Машка у нас была. И Зольда, да? Первая. И Зольда. Что я ей тут с дядей Саней и с дядей Санейным сыном ризали. Ой, бог. Я намучился тогда. Ну, это уже потом, как ризали. А так и та, и та поросилась. Поросят мы продали, что-то оставили собі. И потом эту И Зольду я убрал. А Машка дальше продолжала. Вроде бы недавно был, а уже прошло 5 годов. Оце же добавило, сколько мы с Викой еще живем. Так что вы тоже учитывайте это. Опа, вот так. Надо его просто больше притушивать. Воно тогда не так будет шмалять. Ну, а вообще, я так понимаю, надо больше жара и равномерно его, чтобы... А? Поменять. Оце и за этим. Так, причем мы можем... А, ну да, оце и сюда. Ото так. Оце и сюда, типа, чтоб не сильно точно. Ну, и вот эти шпролизы, дядя Саня, он говорит, а сколько тебе, что? Он тогда дырочки посверлив, и напротив каждой дырочки поверезал. Он был сначала такой, ну, типа, глубже. Я говорю, нет, давай сделаем оттуда вырежь, такие, типа, как поддувальцы. Я хотел ревно, а он сделал козырьочком, так. И вот тоже дно, и дно посверлив. Ну, хорошо, даже распаливаем, и иди, поддув. Снизу нормально. Ну, так вроде, и такой вид, такой более серьезный уже. Жаришь, дивишься, таке уже и красивенькое воно. Это у нас в Дядь Саня своя... Это я в Дядь Саня не купил его. На свой там бартер, на метал. У меня был метал, который ему надо. И он говорит, что я тебе сделаю мангал. А мой мангал у меня был. Приехал Русик с Рустамом, после Черниговского сараи. И забрали, ну, как не забрали, а им надо было кому-то там жарить чашлик, где-то быстро, и взяли у меня мангал, вот этот мой корабль, и так его нет. Так что, Рустам, не забывай привезти мангал назад. Это хорошо, что Дядь Саня сейчас как раз, а так бы на кирпичиках сейчас жарили. О, диви, тут тоже хорошо шмали. А Вика мне ты, как и есть. Да знаю, я же видел их. Может сюда его, типа, вот так бочком, вот так, чтобы жарился. Диви, какой. Мангал, сколько. Габаб. Именно, аж ести хочется. Ну, оно еще ж мы не ели ничего. Чтобы не перебивать апетит перед шашлыком. Что-то я вдал, оно крутится. Нет, перевдить его как-то. Неправильно вдал там один кусочек. О, это хорошо. Это так и будет. Вот так. Я вам не буду рассказывать. Вот так надо жарить. И вот так надо замачивать. Я сам такий. Вот тоже таки. По-разному. В основном, этот. Ой, это почти уже и готовый. В основном, перец, соль. И все. И цибуля. А Катин номер я оставлю под видео. Ну, и кто там не знает, как под видео, пишите в комментарии, ставьте, да и Катин номер. Я вам скину в комментариях, напишу. Это кому там надо будет. Так же, друзья, заказал я на здоровый сарай, на новый сарай, на щелях. Там у нас же, яка проблема? Мухи. Там в сарае тепло, и мухи. Заказал посылку у беляловых там от мух. Багато препаратов. Я покажу потом в следующем видео. Будем идти в той сарай, травить мух, и покажу вам все. Просто сегодня ролик без свиней. Ну, как? Свинями, только в другом виде они в розбиранном. Опа. Цей сюда. Отак. Цей сюда. Опа. Цей сюда. Ото, один крутится. Сейчас мы его не так. Ось отак. Ого, так. Ого. Ой. Цей, наверное, сюда уже надо. Типа, где поменять? Ну, диво, как быстро, да? Хорошо. Ну, мангал получается. Да, температура в рукавицах, вроде бы, клеенчить, и отепо. Вроде бы, температура, скажу, температура, высота маленькая, из-за этого жар. Аби не пригорел, только надо контролировать, следить, чтобы не пригорел. вкус всякий таки, серьезный. Это можно оцей поменять, оцей сюда, где, типа, ели, бездюкотить. А тут, где сильно, вот так, вот так, раз. Ножик, а не брал, сейчас я ножик возьму, попробую всередині, разрезать, подивиться, что там, ну, и попробовать, пока жарим. Вот, бачишь, Сань, вот это он в диле. И дядь Саня пришел, смотрит, тоже, как оно в диле. Хорошо, оно получается, Саня, жар рядом, понял? И дивился, как. И поддушник работает, он углы раздувал постоянно. Еще и ветер оттуда видать в одну из этих лючков. Дядь Саня любит таке, мангальчики делать, боржуйчики, ну, так это его. Сейчас просто что дорого металл, это надо что-то найти, такое недорого, там, или билюшку, интересную. А так, конечно, это дядь Саня на хобби. Так, пробуем, что оно тут, ну, таке, еще не. Сейчас даже кусочек попробую. Фух, таке сочное. Как начало все в таком соку. Да, не надо никакой не приправы. не приправы, не надо ничего, то перец, сель, цибуля, и все, просто. Одним словом, тюлени есть тюлени, это вам не и мягкий, мягкий, таке, вообще. Ну, оно, оно, конечно, уже и, ну, типа, как начинает подгорать. А так, хорошее, да, и даже всередині отлично получается. Сейчас я так вот, жик, еще чуть-чуть, чуть-чуть еще, чуть-чуть. Ага, хорошее, вот, дивися, жгулька уже спечена, ну, как жарена, оце. Надо самое главное перевернуть часто. Так что, кто у нас бере мясо, ну, там спрашивать, а шиек уже занятый, ой, а что нам на шашлик? Задок прекрасно подходить для шашлика, и лопатка тоже мы делали нормально. Вика вообще любит задбивных шашлик, чтобы вообще сухенький такий был. Ну, за шийкой мы, по-моему, за все время раз или два. Ну, да, это за все время, сколько мы с ней живем, раз или два пробовали за шийкой. И то, да, сказать, что в восторге, не скажешь. На любителя, да, кто любит, кто. А мы сказали, сколько цена, да, по Кате? Да. Бо и Катя будет смотреться, скажет потом, цену забыл сказать. Просто распадается. Мне кажется, так придаваешь, сок будет. Аж, знаешь, такой, ну, не знаю, сочный, сочный. У нас даже вот то, что мы последний раз, если ты помнишь, жаровый, то не такий он был. А это вообще прям соковито. И так же в нас, допустим, заказывают сало. Тут тоже пока перевернув, расскажу вам. Вот звонят в основном сало. Запишите, нам сало надо, пить черевок надо, там, те надо, те надо. И дивитесь, получается, как? Мы убираем свиню. Сало небагато. Оно есть, но его небагато. А люди звонят 5 кг сала, 8 кг сала, пить черевины там 10 кг. И мы объясняем, что мы вам не можем отправить пить черевины 10 кг, бо мы отправляем, распределяем сало тем, кто бере и мясо. Да, их уже небагато осталось, 6 штук, но тем не менее, кто заказывает, вы заказываете там сало, допустим, пару ленточек пить черевки и там лопатку, там сало такого, сало такого и там заткат сколько это килограмм. Ну, то есть, вот так. Воно тогда получается, каждому из вас надо и мясо, и сало, и мы раз распределили, а так у нас как, то сала много надо, то мяса много, то есть, берите, вот так, и ты, и ты, бо сейчас все равно же вам мясо надо будет. Галяшки, ой, в общинах, а в духовку, повнишь, как ты в том году делал? И головы. Ой, головы-то вообще не обсуждаются. Голова, 34 гривня, взял, отварил, от костей отделил, у марлю, бик, приправ добавил, все, готовый сальдисон, нарезайте, вся семья сита, килограмм, 34 гривня. Одне мясо, там же и сало, и мясо, и язык, и вушка, и зубы даже, ну, зубы-то не надо, ну, а если вам надо, чтобы ее порубали, мы вам ее порубаем, ее вдоль, и попри, как скажете, если человек говорит, только вдоль, я вдоль поделил, и все, сложили, до побачения. Что-то с вами забазрикался, ребята, а у меня, та не, ну, он идеальный, дивись, он идеальный, беленький все, диви, 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 таковый, диви, о, чтобы не упал кусок, отличный, просто, ой-ой-ой-ой, глянь, глянь сюда, ой-ой-ой-ой, что он витворяет, что он-то, та він же шашличный институт заканчивал, пожалуйста, диви, все один, о, диви, и быстро, хороший мангал, надо сейчас дядь Санне сказать, что мангал хороший, понравился, все супер, он опять вшился там, а ну, сейчас вот этот кусочек попробую, боюсь за этот кусочек, что отпадет, та не, не отпадет, он крепко держит, вот этот сейчас попробую, опа, ну, дивиться, какой кусочек, да, вы, как вы смотрите его, лучше поедите, потому что еще захочется есть вечером, а это уже готово, он, смотрите, как шкварка, да, и дров, ты бачишь, он вроде бы здоровый мангал, а дров надо, мы не много же накидали, и бачишь, хватает, оно из-за того, что оно под дупость, оно же нагоняет, Питуля, мне кажется, надо уже идти додому, есть, уже все, а мы сейчас планируем пообедаем, я подцеплю прицеп, и поедем, в центр куплю три листа USB, хоть одно векно в мастерской заглушить, мы сейчас, и поставить витяжку, потому что, как занимается топорищем, и полякается, никуда ей девать, деваться, чтобы витяжка вытягивала, и будем ставить потом следующее векно, короче, у нас сегодня все распланировано, мы уже все, что допланировали, до обед сделали, и сейчас пообедаем, и дальше в бой, у нас не так, что пообедали, все, лежать все пьяные, готовы, или языком ворочить, не, поели, спасибо, спасибо, до свидания, и поперли дальше на работу, ну, как каждый по своим заданиям, все, это уже все, век, это уже оно, теперь, что я дальше делаю, катину посылку закрываю, цибулю выкидаю, и вот этот, кого, да там цибуля не надо, там все нормально, и сразу, какие готовы, они все, прямо один в один готовы, не, отлично, мангал просто, мы не понравимся, дядь Санин мангал, вот именно просто бомбезный, в огонь упал, ничего страшного, сюда его, да, все отлично, просто, просто красотища, вот, диви, какой жир, шкварчить, прям, в собственном соку, приготовился, под температурой, друзьяки, ну что, не буду вас долго, морить, и скушать, пойдем мы ести, сейчас, подтянуться, дядь Саня до нас, Богдан, тоже дома, ждет шашлык, мангал, проверили, прямо в диле, все супер, товщина металла, ну, дуже товстый, четверка, наверное, или пятерка, или шестерка, товстый, так и все, сделано, ну да, хорошие, только единственное, надо длинные шампуры, эти, с деревянными ручками, чтобы не оттуда стоял, а сразу, чик-чик-чик, на расстоянии, оцей длинные, чого, слюни течут, ести хочется, всем спасибо, всем пока, показал, как мы жарим, без всяких там прибамбасов, так, как есть, так и показал, пальцы вверх, все вверх, кукатти, звонить, и угадуйте, сколько год мы живем, пока.